День военно-морского флота – один из самых любимых военных праздников на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Республике Молдова. Его отмечают все те, кто стоял когда-то на страже морских рубежей Советского Союза, обеспечивал боеготовность кораблей и частей ВМФ. В этот день проходят памятные и торжественные мероприятия. Традицию эту моряки Копчака соблюдают с 1990 года. «С этого момента ни одного года не пропускаем. Всегда празднуем день военно-морского флота». Старший матрос – Василий Толмач. Он и есть тот самый инициатор зарождения доброй традиции – отмечать день ВМФ в кругу моряков-копчакцев. Служил в Севастополе три года – с 72 по 75 на кораблях разведки Черноморского флота. Спустя более четырёх десятков лет после демобилизации не растерял интонацию солдата, докладывающего о ситуации своему командованию. «Ходили в дальние походы в Средиземное море и в Атлантику. Задача наша была следить за американским флотом, за шестым американским флотом во главе авианосов Франклин, Рузвельт и Форестолл. Мы ходили постоянно за этим шестым флотом, чтобы знать точные координаты в любую минуту. И знали в Севастополе и в Москве точные координаты этого шестого флота американского». Из Копчака на службу в военно-морской флот были призваны около 70 юношей. «Наши поднасельчане, ветераны флота Советского Союза, служили во всех флотах. Черноморский флот, Балтийский, Северный флот, Тихо-Хиканский флот и Балтийская флотилия. Наши ребята ходили в моря и океаны, побывали во всех широтах мирового океана, выполняли боевую задачу командования. И мы этим гордимся, что нам повезло, и мы служили на флоте». По традиции празднование дня ВМФ началось с торжественного построения и ритуала подъема флага. Поздравить моряков-копчакцев приехали представители Совета Ассоциации ветеранов военно-морского флота имени Александра Маринеско Республики Молдова. «Здравствуйте, товарищи матросы! Поздравляю вас с днём военно-морского флота! Ура! Ура! Ура!» У Ассоциации есть филиалы. Несколько в Кишинёве, а также практически во всех районах Республики Молдова. Ассоциация занимается патриотическим воспитанием молодёжи, регулярно проводит мероприятия в школах и лицеях Республики Молдова. Делом чести её руководители считают помощь нуждающимся ветеранам, уже пожилым людям, честно исполнившим свой воинский долг, поддерживая их морально и материально. Капитан третьего ранга Евгений Ротарь отметил, что у моряков всегда найдутся темы для разговоров. «Есть что вспомнить. Несмотря на то, что кто-то служил подводником, кто-то надводником, кто-то морскую бехоту, кто-то военно-воздушных сил флота. Ну, приятно видеть. И нас приятно, и на душе так сердце уже бьётся, когда вспоминаю молодость. Как раньше было и как сейчас. И кажется, что раньше было лучше». Главный корабельный старшина команды мотористов Фёдор Храпаков, моряк-подводник, служил на Северном флоте. «Был в дальнем походе. На шесть месяцев уходили в Атлантику. Каждые три месяца делали заход в иностранные порты для загрузки продукта, топлива. Были возле экватора Гюнея-Беслава, порт Канакрия». Служба проходила в мирное время, а значит, была спокойной. Фёдор Дмитриевич вспоминает момент демобилизации. «Когда домой приказ вышел, и пустили гудок подводной лодки, эту сирену, не хотелось уходить. Там база гудела, там лодок много. Когда провожали, они с этим сигналом провожали нас. Ну, потом с Мурманска на самолёт и Ленинград. У нас, чтобы мы поближе не были, нас подальше. И оттуда каждый по-своему домой добирался». А домой добирались долго – неделю. Гостили у друзей в Ленинграде, потом в Кишинёве. «Камрад, Тумай. Когда в Чадалунгу попали, уже сердце выходит. Надо домой. Взяли такси, сели в такси, приехали. У Ивана там отец встретил нас. Потом дедушка мой пришёл, встретили. И вот, доехали нормально, встретили хорошо». «Девочки как реагировали на вас?» «Ну, как девочки реагировали? Ну, форма шикарная, блеск. Тут были танцы, сюда заходили в формы, одежда. Ну, форма красивая, и мы были молодые, красивые». Спустя год Фёдор Храпаков создал крепкую и счастливую семью. У Ивана Янулова и его супруги много общих воспоминаний о его службе. Любимая девушка провожала его в армию и писала письма. А он по несколько раз их перечитывал. Бережно хранит до сих пор. «Ждали, писали друг другу красиво. Красивые слова, всё, обменивались. Как там, как здесь, всё нормально». «А фотографии вам присылали ваши девушки?» «Ну, в то время всё бывало. И фотографии, и я, и она». «Вернулись домой с письмами?» «Хранил». «Даже в этом флотском альбоме есть некоторые. Даже она сейчас смотрит и удивляется. Вот, ты сохранил это, ты сохранил это. Так, всё сохранили. Показываем внукам сейчас, детям». На службу Иван Янулов был призван в Севастополь в 79-м году. Уже будучи дипломированным специалистом, электромехаником. «Мы тогда с огромным настроением шли, служили. Другое воспитание у нас было». После прохождения так называемой учебки был направлен на стажировку. «Меня направили на корабль для стажировки. Комсоволец Украины, БПК, большой противолодочный корабль. Потом ещё один корабль, БПК «Керчь». Я проходил на двух кораблях в течение года стажировку. Потом вернулись снова в учебку. Седьмая учебка называлась она. И готовили специалистов электриковых надводных кораблей. Работали как педагоги. Готовили, учили молодёжь уже огневой подготовки. До 82-го года я служил как бы командиром отделения. Дослужился до звания главной старшина. И уволился 6-го мая 82-го года. Вернулись уже в родное село. И здесь устроился на работу. И до сих пор работаем у нас в хозяйстве, колхозе «Победа». Снилось долго. И по сегодняшний день вспоминаем. Я же говорил, перед праздником вчера буквально листал альбом. И сегодня это настроение хочется, как говорится, чтобы и наши дети в наше время служили. Но сегодня служба – это совсем другое. На Балтийском флоте служил старшина первой статьи Дмитрий Мурзакой. Малый противородочный корабль. Командир отделения мотористов, я. Мы исполняли такие обязанности. Это американские подводные лодки обнаруживали. И давали координаты этим большим кораблям. Ну так, служил три года и три месяца. Нормально было. Быстро пролетели? Да, быстро. Сейчас прямо хочется опять пойти в заслуживание. В юности Дмитрий Мурзакой мечтал попасть в танковые войска. Это все-таки интереснее, чем быть танковым? Интереснее, да. Можешь и как-то. Первый выход в море какой? Нормальный. Скачка чуть-чуть так. Ушах гудело, моторном отсеке там. Очень это самое. Нормальный. Привык. Привык, освоился и решил, что после дембеля станет гражданским моряком. Даже документы подал. Но не сложилось. Дмитрий Мурзакой благодарен судьбе за яркие воспоминания о времени службы. Дружны и едины моряки Копчака. К сожалению, порой их омрачают новости о том, что кого-то из их числа не стало. В честь тех, кого потеряли, было решено установить камень памяти. Идея была реализована в 2019 году общими усилиями моряков-ветеранов. Позже установили стеллу с именами и фамилиями тех, кто ушел в мир иной. Собрались своими силами. То, что могли, вот сделали. Моряки, они неразговорчивый народ. Лучше делом, чем разговорами. Георгий Каджибаш и еще пятеро его односельчан были призваны на службу в ВМФ в один день. Четверых уже нет с нами, с сожалением отмечает Георгий Афанасьевич. Будем пока живы посещать, как можно чаще. Один, что остался жив, он остался в Севосополе, но не служит на гражданке. Общаетесь? Общаемся. Сейчас, современные, это там есть телефоны, общаемся. Со слезами на золотой глаза, когда вспоминаем, что шестер призвался, настолько с ним вдвоем. Священнослужитель храма села Копчак Протеерей, отец Виталий, благословил решение моряков увековечить память о своих товарищах. Во-первых, это сегодня очень редкая дружба, которая происходит среди военных. Потому что те, которые служили в советское время, там были разные роды войск, но вот у моряков как-то вот такие традиции сохранились, развивались. И они старались не забывать о том время, которое они проводили в той великой родине, и которое для них обозначало не просто память, но обозначало некий опыт. Вот они им принесли свою жизнь. Насколько я знаю, они очень близки друг к другу, помогают и стараются увековечить память своих близких. Для нас это очень полезно, потому что мы сегодня живем в время, в котором таких ориентиров, или такой дружбы полезны, и все меньше. По крайней мере, люди готовы сплотиться только ради каких-то личных интересов и на временный какой-то период. Поэтому я бы пожелал бы всему обществу брать пример, давать детям все то, что было хорошее, чтобы дети помнили и формировали свое будущее на таких основах, как мужество, товарищество, вера, безусловно, жертвенность, помощь другим людям. И то, что этот памятник будет, я только могу пожелать, что все остальные годы, сколько они будут жить, и без них, чтобы наши дети здесь собирались, и вспоминали, и других воинов, и других отцов, которые, может быть, заслужили и большего. Годы службы были сложными, но интересными. Юные солдаты с достоинством проходили все испытания. Я попал в учебку в Севастополь, в водолазную школу. Полгода там проучили меня, водолазым глубоководником, спустился на 55 метров, когда это самое было. А так меня проверили через барокамер, прошел на полтора километра. Испытание прошло. Вот этот скафандр мой весил 80 килограммов. 80 килограммов на мне было одеты. И суски рисками. Потом проучился полгода там и сам, с Черноморского флота Севастополя, меня перебросили в город Поляр, Мурманская область. И там на водолазный рейдовый катер попал. Два года я там был, и я попал на корабль, что пошел в Атлантику. И были 14 месяцев в Атлантике, были в Сирии, в Тартусе, и в Александрии были, в Египте. Моряки Копчака поздравили с праздником моряков Казыклии и Кангаза. Представители Совета Ассоциации ветеранов ВМФ имени Александра Маринеска Республики Молдова и им вручили памятные дипломы. Здравствуйте, товарищи матросы! Здравствуйте, товарищи матросы! Поздравляю вас с днём военно-морского флота! Ура! 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 Служить на флоте во все времена считалось делом почётным и при этом нелёгким в физическом и психологическом отношении. Но те, кто её прошёл, проносят память о сослуживцах-моряках, приобретённые на палубе знания через всю жизнь. Служба в армии делает из юных ребят достойных мужчин, отмечает Георгий Кол. Он хорошо помнит свой первый поход на корабле после учебки. Продлился он шесть месяцев. Было интересно. В Атлантике были. Я служил на кораблях особого назначения в разведке. И мы ходили в такие точки, где все не бывали. Какие-то особые задания выполняли? Особые задания. Мы следили за атомными лодками американскими. Следили за ними, докладывали. У нас постоянная связь была Москвой. Всё. Стополем на Москве конкретно. Докладывали всё туда. Носили службу, как и все. Нас призвали для этого. Мы защищали Родину. Мы были горды этим, что месяцами по четыре, по пять, по шесть месяцев в море. Я из трёх лет 23 месяца в море был только. 23 месяца чистые. Это я сам для себя посчитал просто. И учебка, то всё. Было интересно. Рад сегодня. Если вот сейчас по состоянию, здоровью, если призовут ту же команду, тот же корабль, пойду сразу. Из села Казаклия на службу в ВМФ одним из первых был призван Иван Боев. День военно-морского флота мы будем отмечать пока. Один человек останется, всё равно отметим. Желаю всем морякам здоровья, успехов в работе. Кто работает, кто на пенсии, чтобы пенсии у них было в достатке. В Черноморском флоте служил казаклиец Ангел Узун. Вернулся, создал семью. Воспитал сына Юрия. И был безмерно рад, когда узнал, что и он будет нести службу в военно-морском флоте. Я был доволен, я был рад, потому что флот это есть флот. Самые лучшие войска в советское время. Я призывался давно, в 57-м году в ноябре вместе. А когда провожали сына на службу, вы говорили ему о тонкостях службы? Конечно, конечно говорил. Я сказал, что служи нормально. Это род, войс такой, который все люди уважают, признают. Ну, в советское время было это самое почётное. Похожие случаи оказались не редкостью. В семье Тулба из села Кангас тоже отец и сын моряки. Папа был моряк. Конечно, я им гордился очень, что он моряк. И так получилось, что когда пришло время призываться, когда уже была последняя призывная комиссия, была такая комиссия раньше, перед призывом, нам вдруг сообщили, что это команда 300. 300. Мы выяснили, команда 300 – это пограничные войска. Я приехал домой, я приехал довольный. Думаю, ну, пограничникам служить – это почётно, гордо. А мой папа говорит, хорошо, но служба, чтобы ты знал, это только на флоте. Да, так получилось, что я попал на флот. Это была команда 300, пограничные морские части погромвойск. Я служил на Камчатке, я служил три года. Я служил, это было, мы уже тут много говорили, конечно, это было, наверное, сейчас уже, уже с позиции этих лет, это был лучший период в моей жизни. Потому что это не просто романтика, это не просто новое там ощущение. Это, ну, реально, как бы сейчас сказали, драйв, наверное, молодёжь бы сказала. Три года пограничные войска – это погони, это высадки, это шторма, это Тихий океан, это 9 баллов, это очень-очень интересно. Я просто счастлив. Тот самый драйв в службу в мирное время вносили различные казусы, происходившие при выполнении поставленных задач. Мы обнаружили японское судно, я говорю, служим на пограничном корабле. Обнаружили японское судно в нашей пограничной зоне. Мы, естественно, за ним начали погону, оно начало уходить. Это японский траулер был. За ним мы где-то, у нас скорости были одинаковые, где-то 15 узлов. Мы долго, где-то часов 10 за ним гонялись, оно не останавливалось, это судно. В конце концов, где-то вот, ну, уже часиков 10. Вся команда по боевой тревоге, в общем, тут погоним, мы не стреляли. Тут раз оно встало, японское судно. Японское судно встало, мы сначала немножечко были, аж вдруг, почему это вдруг, быстро на каждом корабле есть осмотровая группа, я входил в эту осмотровую группу, мы спустили катера, мы подошли к японцу, они нам спустили штормтрап, который, по сути, когда никогда такого не бывало, они сами нам его спустили, мы к ним поднялись на борт. И тут с нашего корабля зеленая ракета, зеленая ракета, это значит выйти на связь. Мы выходим на связь, оказывается, мы перешли в американскую экономическую зону, то есть они там остановились. Уже не в нашей зоне, а в американской. С американской зоны нам надо было уже в данном случае быстро уходить. Японцы мы оставили и ушли. Удалось уйти незавеченным? Нет, удалось уйти незавеченным, просто случай был смешной, но очень интересный. Кангасская флотская организация, старейшая в республике Молдова. День ВМФ здесь всегда широко празднуют, являясь достойным примером для моряков других населенных пунктов автономии. Отмечать начали в 70-х. И каждый год это застолье, песни про флот, которые подпевают всей компанией, и стихи. Нам не забыть вовек минуты эти. Ох, как затяжка первая крепка. Посту центральную очередь живая, а сверху слышен запах табака. Эти слова понятны лишь морякам-подводникам, отметил Андрей Полик. Первым моряком-подводником из числа кангасских призывников стал Николай Георгиевич Коростуян. В армию он ушёл 9 мая 1968 года. После учебного отряда я попал в Североморск. В Североморске была распределительная рота. И вот там распределяли уже по кораблям. Я попал в Полярный. Максимальное напряжение сил, выдержка и дисциплинированность необходимы для того, чтобы с честью нести свою службу, достойно и чётко выполнять задачи, поставленные командованием. Порой в море находились более полугода, вспоминает Николай Коростуян. Нас отправили с Полярного. Это было 18 марта 1969 года. И вернулись мы 14 октября. Это было 7 месяцев. В море. В юности Николай Григорьевич не грезил морскими походами. Мечты попасть на службу в ВМФ не было. Но так распорядилась судьба. И он за это ей благодарен. И годы службы теперь вспоминает с теплотой. Служба, где я служил подводником, она мне дала очень большое значение в жизни. Я, то, что дала мне служба, я вот это всё применил на практике, на гражданке. Я считаю, что те, которые служат в армии, они очень большое значение имеют для общества. Военно-морской флот – важная и интересная страница в биографии моряков. После прохождения службы, дом и семья для каждого из них стали надёжным причалом от всех штормов. Сколько бы времени не прошло, а память о службе не меркнет в сердцах. И не стареет крепкая дружба, испытанная на прочность морской стихией. Армия научила преодолевать трудности, дала понять, что такое взаимовыручка, команда, нерушимое морское братство и, конечно же, любовь к родине. Отсюда и слова поздравлений, идущие от всего сердца. Моряков с праздником, людей хочу поздравить, чтобы был мир у нас, чтобы мы жили и работали спокойно, ни на что не самоотзираясь. Чтобы у всех было благополучие в доме. С праздником, моряки!